здравствуйте дорогие мои телезрители и подписчики на канале youtube голова садовая чё я так улыбаюсь как дурочка ну понятно картошка передо мной еще чуть-чуть еще месяц март кончится начнется апрель и мы вытащим из наших подвалов все что мы собираемся посадить и сегодняшняя тема картофель скороспелый знаете хорошо когда картошка уродилась да и она полный подвал ее хватает на всю зиму но приходит пора когда мы прямо начинаем с ума сходить по молодой картошке молодая картошка с укропчиком и там со сметанкой не знаю с маслицем сливочным с огурчиком свеженьким так вот чтобы молодая картошка появилась как можно раньше что надо сделать правильно купить скороспелые сорта картофеля вот здесь два сорта скороспелого картофеля вот тут прямо вот написано видите чему это красотка ханкиян скорее всего приехала к нам я честно не знаю кто производитель я такую картофель такой картофель то есть это я уже совсем по гаталабайски начала говорить такой картофель я сажаю уже достаточно много лет это скороспелый картофель максимум его срок созревания это 40-60 суток это достаточно быстро круглый очень вкусный такое впечатление что знаете он желтого цвета внутри он конечно вот такой белокожий желтого цвета очень плотные когда вы его варите а когда вы его начинаете вот пюре из него делать или режете что он прям набит маслом правда у него необыкновенный вкус хороший и необыкновенная вот это вот консистенция очень классная а вот здесь вот рядом с тимо лежит картофель неизвестного происхождения найти я экспериментатор и еще тот как-то зайдя в магазин ну обычные там где есть овощные отделы я обратила внимание что в продажу поступил свежий картофель необычные формы мне картофель этот напоминает напоминает голландский сорт латона который я очень кстати люблю там тоже вот такие плоские плоско округлые вытянутые овальные формы картофелины это свежий урожай я уже однажды так делала я купил такие картошки я сразу посмотрела сколько здесь почек я я прям считал в магазине раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать ну то есть и так далее на той стороне и здесь тоже почки уже видны и здесь то есть по всему картофель имеется почки естественно что он очень урожайный естественно что и такой хорош но и такая картофель на на драники просто сердце будет радовать я рискнула я купила три картошки конечно не на еду на еду есть другая значит но я все-таки постараюсь его обработать как следует и заставить его расти поскольку у него сейчас период покоя он хранится в холодильнике до температуры не превышает там 6 градусов как только настанет время достать весь картофель посадочный из подвала этот будет также вынут из холодильника и прогрет в тепло горячеватой воде зачем а для того чтобы все почки у него проснулись и когда вы соберетесь садить подобное но поэкспериментируйте это же вам ничего не стоит что тут на 50 рублей значит вы разрежете так на кусочки не бойтесь два-три глазка да тут их больше каждый глазок даст росток у каждого ростка у него не просто вот одна вот такая веточка будет у него спящие боковые ветки то есть каждый росточек превратится вот в такой пышный куст и естественно чем пышнее будет верх тем красивее у него будет и его вот это вот братство картофельное это то что нам и надо я надеюсь что вам понравился понравилось желание мое по экспериментировать приглашаю всех вместе со мной сделать это но когда вы будете резать картофель на глазки помните что если он будет чуть-чуть толстоват то мы берем всего слой 2 ну максимум два с половиной сантиметра внутри все критично дальше то есть мы срезаем разрежем сначала аккуратно срезаем кору три сантиметра максимум вместе с глазками потом их делим но делать это надо за полчаса до посадки иначе ваша масса а если она даже будет очень толстая она высохнет а середину мы вообще не берем есть такие картофельные вот такие да мы сверху вот так кору всю с глазками срежем середину мы выкинем да это прекрасный посадочный материал но нам нужно только то что действительно сыграет нам на руку ну я вам уже сказал что да это тимо это уже давно известный картофель скороспелый скороспелые сорта кстати сказать не обрабатываются никакими пестицидами гербицидами фунгицидами не от кого потому что они обычно распадаются 60 80 суток сохраняя картофель от вредителей и болезней а нам он нужен через 40 45 и поэтому не обрабатывается никогда скороспелый картофель который идет на еду ничем на этом закончу всего доброго и до свидания